Еще 30 лет назад научные школы крупнейшего субъекта нашей страны нуждались в высшей научной организации, которая смогла бы связать их и продолжить работать совместными усилиями над проектами развития России. Академия наук прошла долгий путь. Наука в Якутии не только сохранилась, но и приумножила свои знания. Ведущие ученые продолжают работать над проектами и активно передают свои знания и технологии новым поколениям будущих ученых. Тему продолжит наш корреспондент Мария Тоновикова. В этом году с момента основания Академии наук Республика Саха-Якутия исполнилось 30 лет. За всю историю Академии наук Республики доказала, что региональная академия – это один из эффективных инструментов поддержки науки, способствуя исследованиям его истории, геологии, экологии и палеонтологии. Сегодня наука – это не только мировые достижения познания мира, но и яркие страницы в истории нашего государства и республики. От нее зависит обороноспособность, продовольственная безопасность и технологический суверенитет. Подробнее о работе Академии нам рассказал ее вице-президент Геннадий Толстых. Из последних таких вот знаковых событий можно отметить победу в федеральном конкурсе нацпроекта России. Это НОЦСЕВЕР – научно-образовательный центр «Устойчивый Север», куда кроме Республики Саха-Якутия входят еще Камчатка, Магадан, Чукотка и Сахалин. И Республика Саха-Якутия, ее научный потенциал в данном случае выполняет роль авангарда нашим национальным потенциалом Академии наук. Как бы движим вот этот проект, благодаря этим усилиям НОЦСЕВЕР входит во вторую группу «Устойчивый» и тем самым позволил удвоить финансирование на науку. Ну, кроме этого, мы занимаемся комплексными научными исследованиями. С 2025 года мы уже будем третий этап проводить этих исследований. Есть у нас и общественный заказ по инициативе населения, которые во время отчетов правительства или по заказам муниципальных учреждений мы также формируем свою тематику по общественному заказу. Научные направления Академии наук Республики определены в соответствии с потребностями Республики. Это целый комплекс научных исследований, связанных с изучением вопросов изменения климата, развития Северного морского пути и необходимой инфраструктуры. Мы выяснили, над какими уникальными проектами сейчас работают ведущие специалисты Академии наук Якутии. С одним из них нас познакомит руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Альберт Протопопов, который нам расскажет о новых открытиях в изучении животных мамонтовой фауны и динамики наземных экосистем позднего плестоцена Якутии. Мы сейчас работаем над государственным заданием полиэкологических исследований позднего плестоцена и мамонтовой фауны. Мы изучаем мамонтовую фауну Якутии. Это примерно 150 тысяч лет и до нашего времени эта фауна существовала. В 2023 году мы провели исследование в Чуропчинском районе. В начале, когда мы там начали раскопки, мы думали, что это обычная мамонтовая фауна. Нашли там кости мамонтов, носорогов, бизонов, обычные прострелители мамонтовой фауны. Потом следующий шаг. Оказалось, что многие кости носят следы воздействия древних людей, охотников. Это уже стало интересно, потому что это была подобная первая находка для центральной Якутии. Уже привлекли археологов, начали уже исследование в этом направлении по полиэлитической стоянке. И в этом году уже археолог из Новосибирска с нами работал. И вот нашли несколько артефактов, так называемой дюктайской культуры. Это примерно 30 с лишним тысяч лет этой культуры, это как раз охотники на мамонтов. То есть стоянка оказалась очень интересной. Но кроме того, нашли еще костные остатки, которые до конца еще не идентифицированы. То, что удалось идентифицировать, уже указывают на ранний плестоцин. То есть больше миллиона лет. Возможно, что даже не агент. Вот идентифицированы, ну вот, мелкие млекопитающие, вот, например, таргантировые бобы. Как раз это уже стоянка разновременная. Но еще имеются остатки крупных животных. И возможно, что еще другое, вот удревнение может быть. По крайней мере, это уже интересная очередь. Местность называется Хондо, Чуропчинский район. В этом году наибольшее открытие, сделанное чисто силами нашего отдела, наших сотрудников. Ведущими исследователями будут поставлены амбициозные цели, в перечень которых войдет деятельность межрегионального НОЦ мирового уровня. Север – территория устойчивого развития, который должен войти в пятерку ведущих НОЦ России мирового уровня. Подробнее о проекте по нынешней разработке технологий переработки минерального сырья нас ознакомил главный ученый-секретарь Академии наук Андрей Матвеев. А если говорить о научно-образовательном центре, то это очень большой глобальный проект, где главная идея – это транспорт технологий. Те наработки, которые годами у нас разрабатывали ученые, как раз в рамках этой НОЦ реализуются. С помощью индустриальных партнеров это не просто так, это создается симбиоз науки, производства, наше правительство. В одной структуре результаты уже дают знать. Как руководитель проекта по горнодобывающей промышленности, я могу сказать, что, например, по моему проекту, где разрабатываются технологии переработки минерального сырья, это тренд вообще нынешний. То, что мы добывающий регион, мы должны перейти на глубокую переработку минерального сырья, получить из них достаточно большое количество перечень такой товарной продукции и дополнительного бонуса дохода. По условиям рынка мы должны этим проблемой серьезно заниматься. По результатам прошлого года, одна из подпроектов – это переработка техногенной сырья. Это те продукты обработки еще прошлых наших дедов, наших предшественников, недропользователей. Если вы бываете в промышленных улусах, в первую очередь глаза бросают мощные телеконы. Такие вот, которые отработки прошлых лет и так далее лежат они там. Мы научились перерабатывать тептериконы, при этом извлекать остаточное золото, которое там есть. Реализация новой технологии по извлечению остаточного мелкого и тонкого золота позволила нам извлекать таким довольно очень высоким процентом извлечений, там свыше 70, извлекать остаточное золото. Это получается второе дыхание месторождений. Якутия является крупнейшим научным центром на северо-востоке страны и вторым – в Дальневосточном округе. В настоящее время научно-образовательная система республики насчитывает 23 научные школы. Из них 5 мирового уровня. Только на основе интеграции усилий всех научных и образовательных учреждений мы сможем добиться результата. Продолжение следует... Продолжение следует...